Вы смотрите новости Белорецка на ЮТВ. С вами Альбина Закирова. Здравствуйте! Всю неделю мы готовили новости для вас и обо всем по порядку расскажем в нашем выпуске. Приятного просмотра! Белоречанин Илья Кожин победил на первенстве России по гиревому спорту. Команда Института развития городов Башкирии посетила Белорецк. Белорецки отметили 32-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Начнем выпуск с коротких новостей. 16 февраля команда Института развития городов Башкирии посетила Белорецк. С жителями города они обсудили будущее развитие территории Нижнего Селения и вопросы восстановления деревянного моста. Перед проектным семинаром эксперты сами прошлись по городу, протестировали транспортные сети, пути и тропы. В зале администрации обсудили с жителями вопрос дальнейшей работы по восстановлению моста. После в 16-й школе собрали жителей, чтобы узнать, какие плюсы и минусы содержит в себе район Нижнего Селения. Жители рассказали, что их беспокоит отсутствие транспорта в вечернее время, проблемы инфраструктуры и связь с центром города. Собранная информация будет обрабатываться экспертами для составления полной картины территории. Также гости встретились с представителями скалолазов и ледолазов города. Это сообщество принимало участие в составлении заявки на всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды. 15 февраля в Белорецке отметили 32-ю годовщину вывода войск, из Афганистана. Ветераны боевых действий, представители администрации, кадеты и все неравнодушные жители и гости города встретились возле мемориала воинам-афганцам. Там прошел торжественный митинг и возложение цветов, а после состоялся торжественный концерт в городском дворце культуры. Совсем недавно в городском парке прошел спортивный праздник солнца Терендес. В мероприятие приняли участие сотрудники Белорецкой больницы в рамках спорта Киада на Кубу главного врача 2021. Помимо спортивных забегов прошли конкурсы на лучшее представление команды, лучший костюм и блюдо страны. Всего участвовало 19 команд. По результатам спортивных состязаний первое место заняла команда из детской поликлиники, второе место команда из стационара и третье место из психоневрологического диспансера. Молодежный центр досуга предлагает каждому желающему принять участие в акции «Письмо Победы». С 19 февраля любой желающий может написать у себя в аккаунте в социальных сетях поздравление с 23 февраля ветеранам Великой Отечественной войны. Волонтеры Победы распечатают их на специальном бланке и к 23 февраля донесут до адресатов. Поздравление необходимо добавить в хэштег, указанный на экране. Белоречанин Илья Кожин в очередной раз победил на первенстве России по гиревому спорту. Соревнования проходили с 10 по 15 февраля в Омске. Это уже пятая подряд победа Ильи на первенстве России. До этого молодой человек уже выигрывал соревнования в 2019 и в 2020 годах. И в этот раз стал первым в длинном цикле весовой категории до 53 килограмм с результатом 112 раз на 10 минут. Вес гирь 16 плюс 16 килограмм. Такой результат дал право участвовать на первенстве Европы, которое состоится в Литве в июне этого года. Студенты колледжа проходят практику на крупнейшем предприятии Белорецка, на металлургическом комбинате. 150 ребят осваивают будущую профессию. О том, что поразило студентов на производстве и почему они хотят здесь работать, расскажем далее. Алексей и Махмуд студенты пятого курса Белорецкого металлургического колледжа. Они будущие электромонтеры. Сейчас проходят производственную практику. Алексей с детства увлекается электроникой. Парню нравится собирать схемы, поэтому он и поступил в колледж. Знает, это хорошая ступенька для строительства карьеры на комбинате. Парни признаются, большое производство поразило их. Очень все масштабное, все очень огромное. Я никогда раньше не видел подобного. Первый раз пришел. Мастера добрые, всегда готовы помочь. Что непонятно, спросишь, всегда помогут. Ребята проходят практику в прокатном цехе. Это начало производственной цепочки всего комбината. Здесь изготавливают катанку, заготовку для проволоки. В этом цехе Алексей и Махмуд собирают схемы и изучают работу двигателей. Помогает им Илья Сафронов. Когда-то он также практиковался на комбинате. Работает здесь уже 8 лет. После колледжа получил два высших образования. Профессия электромонтера закладывает в своем понимании обучение на всех этапах своей жизни. То есть мы с нашим уровнем развития технологии и техники должны практиковаться и обучаться на протяжении всей своей трудовой деятельности. Более 150 обучающихся по данной специальности проходят практику на нашем градообразующем предприятии в различных подразделениях комбината. Квалифицированные специалисты – гордость Белорецкого металлургического колледжа и комбината. Ведь БМК внедряет новые технологии. Когда-то здесь впервые в стране начали выпускать кардную пружинную проволоку, стальные канаты, в том числе для авиа и ракетостроения. Сегодня комбинат – единственное предприятие России, где выпускают микропроволоку. На Белорецком металлургическом комбинате проводится модернизация оборудования. Сейчас идет процесс установки новых лачильных станов, которые позволят нам расширить свою линейку выпускаемой продукции, свой ассортимент, повысить производительность. Поэтому тема очень актуальна по преемственности поколений, передача опыта от более старшего поколения к молодым специалистам. Сегодня на Белорецком металлургическом комбинате работают более 5000 человек. Производство круглосуточное. БМК – один из основных производителей метизов России. Его продукция востребована в топливоэнергетической, машиностроительной, строительной промышленности, в оборонно-промышленном комплексе. Работать здесь – большая честь, говорят студенты колледжа. Поэтому Алексей Махмуд надеется, что, окончив учебу, они вернутся на БМК в качестве сотрудников. Анастасия Ходик, Альбина Закирова и Денис Селезнев, городской телеканал ЮТВ. Возле инзерских зубчаток может появиться туристический кластер. Об этом сообщили в Курултайе республике. Напомним, возле природной достопримечательности велась вырубка леса. Это вызвало массу недовольства среди жителей Башкирии. Наш телеканал выехал на место и выяснил, для чего рубили лес и что с ним будет дальше. Ребята, до зубчаток доедем? Обязательно доедем. Сломаемся, мы доедем. По пояс в воде. Идут, идут. Через горные реки. Ну вот мы добрались до зубчаток. Прошли очень сложный маршрут. Но мы тут. Инзерские зубчатки – одно из самых красивых мест Южного Урала. Это горный хребет в Белорецком районе Башкирии. Его протяженность 10 километров, а ширина около трех. Своё название – природная достопримечательность – получила по реке Инзер и скалам, похожим на зубцы. В конце января общественность колыхнула новость о том, что в районе горного хребта производится вырубка леса. Местные жители мне сказали о том, что там начали рубить лес, причем прям непосредственно на тропе. Я сразу об этом узнала за ближайшие выходные, поехала туда совершенно целенаправленно посмотреть, что конкретно там происходит. Увидела, что да, к огромному сожалению, вдоль тропы шикарный сосновый лес валит очень быстро промышленным способом и поднимает вопрос эту проблему. Как выяснилось впоследствии, сосны в районе Инзерских зубчаток начали вырубать в соответствии с договором аренды. Изначально государство определило, что эти леса относятся к эксплуатационным лесам, где непосредственно должны ввести заготовку, вывозку и выполнение лесовосстановительных и лесохозяйственных работ. Данный участок находится в долгосрочной аренде Уральского леса. По нему выполнен проект освоения лесов, который прошел экспертизу государственную и утвержден Министерством лесного хозяйства. Договор аренды был заключен с предприятием еще в 2016 году, сроком на 49 лет. Возле дороги, ведущей к зубчаткам, вырублены две делянки, общей площадью 13 гектаров. На одной из них работы полностью выполнены. До Инзерских зубчаток от данного места где-то 5 километров. В данном месте выполнялась лесозаготовка. Лесозаготовка выполнялась в виде сплошной рубки. Она в данном случае закончена, делянка разработана, деловая древесина вывезена, порубочные остатки утилизированы, убраны. Неподалеку находится вторая делянка. Здесь работы еще не завершены. Здесь закончена разработка этой делянки. Сейчас выполняется утилизация. Утилизация выполняется вот у нас машина-фарвардер. Древесина собирает порубочные остатки в кучи. И кучи за тем методом сжигания утилизируются. Что входит в порубочные остатки? Порубочные остатки – это ветки, это вершинки, гнилая древесина, которую только утилизировать. То есть ее по какому-либо назначению использовать невозможно. Деревья спиливают механизированным способом, а разделывают их ручным. Часть древесины идет на дрова местному населению. Остальное везут на производство в Белорецк. В данном случае это заготовленная древесина – пиловочник, который будет направлен на Белорецкий комбинат. И где на Белорецком лесопромышленном уже комбинате будет из него получен пиломатериал. Пиломатериал различных сечений. Разговоры о том, что пиловочник везут там куда-то далеко – это неправда. Такого нет. То есть он остается здесь, на территории. На вырубку леса обратил внимание председатель Курултая Константин Толкачев. Он заявил, что намерен разобраться в данной ситуации. Позже на это место приехали чиновники и депутаты из Уфы. И вместе с главой Белорецкого района встретились с представителями туриндустрии и лесозаготовителя. Один из чиновников, лесников, договорился до того, что в связи с тем, что идет интенсивная вырубка леса, запретить туристам ходить туда могут приедавить лесиной и прочее. Анатолию Павловичу 80 лет. Последние 8 из них занимается развитием внутреннего туризма. В своем родном поселке Тирлян построил гостиницу. Говорит, к нему приезжают из соседних регионов и из-за рубежа. Мужчина признается, что не был на месте вырубки. Боится, что не выдержит сердце. Если вы весной были, что было весной и что сейчас, там можно не понять, куда приехал. Я уже говорил неоднократно и говорю, повторяю, на всех уровнях, что в данной ситуации хотя бы сохранить дороги, тропы туристические. По той дороге, по которой сейчас возят лес, туристам пройти нельзя, проехать нельзя. По-любому нужны другие эти места. Рельеф и ландшафт не позволяют с точки, условно говоря, от Тирляна до Месели сделать какие-то альтернативные дороги, потому что их, собственно, там две. Однозимник, однолетник. Просто рельеф не позволяет сделать никаких других троп. Глава администрации района на совещании 8 февраля тоже обозначил о том, что они обследовали другую дорогу, которая с левой стороны уходит на 15-й квартал, где на сегодняшний день заготовлена древесина. Там, конечно, дорога не широкая, но как пеший маршрут и как на квадроциклах, чтобы до места назначения доехать, тропа существует. Дорога эта находится летом, благодаря лесовозам в том числе. Находится в таком состоянии, что на неподготовленном внедорожнике здесь проехать невозможно. Зачастую и на подготовленном внедорожнике проехать очень сложно. Но показательным является то, что местные возят сюда туристов, заброску осуществляют, так скажем, на ГАЗ-66, на каких-то там странных корчах из ГАЗели и чего-то еще, что-то невероятное совершенно. Поэтому хочется, чтобы здесь появилась нормальная обустроенная экологическая тропа. Возможно, в идеале бы, конечно, чтобы здесь появился нормальный автомаршрут и нормальная пешеходная тропа. Дорога-то не туристическая изначально. Она давно существовала как лесная дорога противопожарного назначения. То есть на то есть подтверждение в проектной документации и в плане тушения лесных пожаров, где четко говорено, что данная дорога является лесной дорогой, предназначена для тушения лесных пожаров. Сколько лет существует туризм на Дзерских зубчатах, столько лет там валит лес и столько лет существует конфликт, чья это дорога. То ли вы здесь можете проехать, потому что мы здесь своими грейдерами прошли, то ли мы здесь туризм не можем проехать, потому что своими грейдерами эту дорогу разбили. 12 февраля в Курултае сообщили, что вырубка деревьев прекращена. Но в Уральском лесе заявили, что работы завершены согласно производственному плану. На сегодняшний день по плану вывозится заготовленная древесинно-производственная площадка и производится очистка делянки от порубочных остатков в срок до 30 марта текущего года. После выездного совещания в Курултае предложили создать здесь туристический кластер. Организовать для туристов удобный и безопасный маршрут. Однако эксперты видят в этом как плюсы, так и минусы. Можно бесконечно создавать огромное количество кластеров. До тех пор, пока у территории нет хозяина, нет владельца и нет законодательной базы, которая регулирует рекреацию и какие-то другие моменты на этой территории, это все будет неэффективно. Потому что создание кластера, ну это опять такая некая, наверное, все-таки некая эмоциональная надстройка, которая не несет под собой никакие законодательные моменты. Гораздо интереснее именно то, что эта тропа будет паспортизирована, у нее появится паспорт, где будет прописано, где она проходит, будет ограничена зона рядом с этой тропой, которая будет именно рекреационной зоной, в которой будет либо запрещено какая-то промышленная рубка, либо еще что-нибудь. Как один из вариантов решения вопроса, в Курултае предлагают передать дорогу с 200-метровой охранной зоной. По обеим сторонам в пользование администрации Белорецкого района. Для развития инфраструктуры туризма с привлечением инвесторов. Нельзя допускать, чтобы хозяйственная деятельность мешала развитию туризма в республике, уничтожала природные достопримечательности. Из всей этой ситуации нам нужно сделать правильные выводы и принять упреждающие меры для того, чтобы сохранить не только окрестности зубчаток, но и другие природные достопримечательности республики. Эти вопросы должны были прорабатываться уполномоченными органами немножко ранее. Я так понимаю, этого сделано не было. Индзерские зубчатки не относятся к особо охраняемой природной территории. По мнению экспертов в сфере туризма, предание этого статуса – самый подходящий вариант в данной ситуации. Скорее всего, в моем понимании, природный парк не создавать отдельную единицу. Этот природный парк присоединить к природному парку Иремель, который есть рядом, тем самым упростить административное управление. Дорога, которая идет от Терляна до природного парка, эту дорогу надо выкопировать на картах, ее поставить кому-то на баланс и обугородить и содержать. В этом случае мы получим классную локацию с хорошим доступом и ту локацию, которая будет сохранена и на которой можно будет зарабатывать. Но это невероятно сложно, это невероятно дорого, поэтому эту область мечет. Почему зубчатки до сих пор не имеют охранного статуса и почему об этом заговорили только сейчас, когда началась вырубка, профильные ведомства оперативно ответить не смогли. Тем временем представители лесозаготовителя говорят, что готовы пойти на конструктивный диалог. Вдоль дороги, которая на сегодняшний день существует, как лесной дороги, я так называю, имеются делянки, которые подлежат вырубке. Но, опять-таки, мы, учитывая пожелания других госорганов, представителей муниципалитета, готовы обсудить, оставить нетронутую полосу для того, чтобы люди восхищались природой естественного происхождения. Согласно документам, предприятие в течение двух лет, не считая года рубки, должно приступить к лесовосстановлению. Однако, эти работы планируется провести этой весной. Ближе к 10 апреля определяем сроки реализации посадки на данных участках. Либо это весеннее, либо, в крайнем случае, осеннее посадка, в зависимости от типа условий места происхождения. Хотя и лес будет заново высажен в этом году. На его произрастание уйдут десятки лет, а то и целый век. Поэтому в былом величии его смогут увидеть только наши потомки. Рустам Нурешев, Лилия Галямова, Игорь Чернышев и Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Смотрите новости Белорецкого района каждую пятницу в 20 часов. А также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм ЮТВ Белорецк. Будьте с нами, будьте в курсе всех событий нашего города. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!